Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Появится по каждому докладчику, давайте, наверное, мы определимся, что будем их задавать после всех выступающих. Мы постараемся оставить некоторое время для вопросов, но вместе с тем, учитывая, что на нашей сессии очень много докладчиков, я предлагаю докладчикам определиться где-то по времени в пределах 12 минут на доклад. И, конечно, позвольте тогда представить первый доклад Ладны Натальи Николаевне, Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора, НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, эпидемиологии ВИЧ-инфекции в странах и регионах ВЕЦ. Добрый день, уважаемые коллеги, очень рада вас приветствовать. Действительно, я хотела бы такой обзорный доклад сделать. Мы слышали Шеннон вчера доклад, и я покажу несколько, ну два, по-моему, слайда, ЮНЕЙДС. Но также я хотела остановиться и на других источниках информации, в том числе на данных нашего непосредственно, Федерального центра СПИД, Центрального НИИ эпидемиологии, а также Всемирной организации здравоохранения, ну и, безусловно, конечно, данные стран я постараюсь продемонстрировать. Ну вот на этом слайде вы, собственно, можете видеть ключевые данные ЮНЕЙДС, эти данные оценочные. Они, безусловно, отличаются от тех данных, которые публикуются национальными источниками. И, согласно этим оценочным данным, все-таки большинство наших ВИЧ-инфицированных в регионе ВИЦа составляют мужчины. В целом мы имеем приблизительно 1,7 млн людей, живущих с ВИЧ в 2019 году, и очень большое количество новых случаев ВИЧ-инфекции. По оценкам, это 170 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции. При этом в регионе, поскольку эпидемия молодая, быстро растущая, в этом регионе самый высокий коэффициент соотношения заболеваемости и распространенности. То есть регион именно отличается тем, что эпидемия началась позднее и продолжает, в общем, динамично развиваться. И кроме этого, характеристика этого региона является то, что, по мнению ЮНЕЙДС, на ключевые группы населения и их половых партнеров здесь приходится 99% новых случаев ВИЧ-инфекции, ну и непосредственно на ключевые группы почти половина. Данные регистрации несколько отличаются. Эти данные я вам привожу по сведениям национальных министерств здравоохранения стран СНГ, находящегося, собственно, в регионе Восточной Европы и Центральной Азии. Я решила вот этим регионам ограничиться. Ну, собственно, вот разные организации в этот регион включают разные страны. В частности, мы знаем, что в публикациях ЮНЕЙДС также включается ряд стран Центральной Европы еще, но, впрочем, с очень небольшим количеством новых случаев ВИЧ-инфекции. ВОЗ же публикует данные по восточному региону ВОЗ, в который входят также страны Прибалтики, которые классически не включаются в статистику ЮНЕЙДС. Ну, и, в общем, я их тоже не буду включать, я поэтому решила ограничиться как раз регионом СНГ. В этих странах самое большое количество случаев и регистрируется ВИЧ-инфекции новых, и кумулятивное количество здесь также максимальное. Но посмотрите, как отличаются зарегистрированные случаи от тех оценочных данных, которые ЮНЕЙДС приводит. В частности, вы можете видеть, что с 2010 года к 2020 году, а здесь данные, конечно, предварительные представлены, причем данные по двум странам, в частности, по Казахстану и Узбекистану, коллеги прояснят, я думаю, этот вопрос в следующих докладах, были использованы последние опубликованные данные на 1 декабря 2020 года, ну, и экстраполированы, соответственно, на годовые показатели. То есть мы можем видеть, что, во-первых, у нас снижение значительное в 2020 году по зарегистрированным случаям ВИЧ-инфекции. Это неудивительно, поскольку в условиях пандемической нашей ситуации у нас меньшее количество тестирований было проведено. Я покажу вам сейчас эти данные. Ну, впрочем, и в целом, даже если мы не будем брать, так сказать, в учет текущую ситуацию сложную, вы видите, что с 2015 года количество новых случаев ВИЧ-инфекции все-таки снижается. И если сопоставлять эти зарегистрированные цифры с 2010 годом, то мы видим, что практически в 2020 году эти цифры, ну, похожими на 2010 год являются, даже немного снизились. Если мы посмотрим динамику показателей заболеваемости на 100 тысяч населения, то, конечно, в общем, всем известно, что в нашем регионе две самых проблемных страны – это Российская Федерация – зеленая линия, верхняя, и Украина – красная линия. И вы видите, что, в общем, здесь тоже пик этих показателей на 2015 год приходился, ну, в частности, и по России, и по ряду других стран этого региона. Вы видите, Белоруссия здесь такой светло-зеленой линией обозначена, также демонстрировала в 2015-2016 году высокие показатели заболеваемости. Ну, почти все страны в 2020 году снижение показателя существенное зарегистрировали, и вы, в общем, можете видеть, что на этом слайде показано, что наиболее высокие показатели заболеваемости в 2019-2020 году имели Россию, Украина, Казахстан и Беларусь. Молдавия также достаточно высокий показатель имеет. При этом охват тестированием, здесь я привожу данные в среднем по этому региону, по странам СНГ, постоянно возрастал. То есть, если мы посмотрим данные по 2019 году, но по которому мы имеем достаточно проверенные уже сведения, то здесь на 60% почти увеличилось количество тестов в пересчете на 100 человек населения с 2010 года. При этом в среднем на 13% в этих странах наших СНГ снизился, охват тестированием снизился в 2020 году. И нужно понимать, что, конечно, качество этого тестирования в 2020 году, оно тоже очень сильно отличается, потому что, как правило, страны не имели возможности тестировать массово уязвимые группы населения, ввести программы такие активные, которые связаны с контактами с большим количеством людей. То есть это, как правило, конечно, было более удобное тестирование, более пожилых людей и, как правило, людей, которые обращались в медицинские организации. Несколько слайдов в отношении российских данных. У нас довольно много тестируется иностранных граждан на территории нашей страны. Подавляющее большинство, конечно, это как раз те же самые люди, граждане стран СНГ. И в последние годы у нас 2,5 миллиона человек в России тестировалось на ВИЧ среди представителей этих стран. Снижение, конечно, существенное мы наблюдаем в 2020 году. 1,6 миллиона мы протестировали. И в связи с этим, собственно, и уменьшилось существенное количество выявленных случаев. Если в предыдущие годы это было 2-2,5 тысячи человек, то в 2020 году 1,6 миллиона мы выявили новых случаев ВИЧ-инфекции. То есть снижение здесь на 35% мы зарегистрировали, ну, просто потому что гораздо меньше приехало людей к нам в Российскую Федерацию. Ну, и для заработка, и, в общем, для других предлогов. Посмотрите, какая вот структура выявления новых случаев ВИЧ-инфекции среди граждан стран ближнего зарубежья. Подавляющее большинство в 2020 году среди выявленных составили граждане Узбекистана, граждане Украины и Таджикистана. Собственно, на эти три страны приходилось более половины всех выявленных случаев ВИЧ-инфекции. Но, впрочем, увеличилась доля и также и ряда других стран, таких как Армения, Азербайджан, Кыргызстан. Среди граждан, собственно, этих стран было выявлено довольно значительное тоже количество случаев ВИЧ-инфекции, несмотря на снижение количества тестов. И вот в общей сложности за все годы наблюдения мы почти 39 тысяч выявили случаев ВИЧ-инфекции среди граждан стран ближнего зарубежья, ну, и дальнего зарубежья. Просто это гораздо реже встречалось. И вот здесь розовым помечены страны, собственно, в которых на территории Российской Федерации очень значительная доля ВИЧ-инфицированных была выявлена. То есть вот эти страны, такие как Узбекистан, Таджикистан, Армения, здесь до 30% от общего количества зарегистрированных случаев в странах были выявлены на территории Российской Федерации. Они, конечно, в значительной степени пересекаются, но, собственно, это вот тоже такой ресурс для выявления новых случаев. Что касается Туркмении, то в России каждый год выявляем мы несколько десятков случаев ВИЧ-инфекции, и в 2020 году больше 10 мы выявили новых случаев ВИЧ-инфекции среди граждан этой страны. Ну, в то время, как всем известно, Туркмения не заявляет о регистрации случаев ВИЧ-инфекции на своей территории. Средний возраст среди граждан стран ближнего зарубежья, выявленных на территории Российской Федерации, приблизительно 37 лет. Треть приблизительно среди них составляют женщины. Основная часть мужчинами является, что тоже хорошо известно. Ну, и если сравнить с данными Российской Федерации, ту похожую картину мы наблюдаем, совершенно полный переворот такой в возрастном распределении произошел в Российской Федерации, в то время как половое распределение остается прежним, приблизительно 40% на женщин приходится. Но при этом в 2000 году и даже в 2010 году в основном все-таки мы выявляли ВИЧ-инфекцию у молодых людей. Последние годы преимущественно это люди в возрасте старше 30 лет. Это 70% приходится на людей, впервые выявленных с ВИЧ-инфекцией в возрасте 30-50 лет. Что касается причин заражения, то Европейское бюро ВОЗ и Европейский CDC основным путем передачи ВИЧ-инфекции показывают гетеросексуальные контакты. Это полностью соответствует тем данным, которые публикуют страны. Но при этом ситуация в разных странах может очень сильно отличаться. И вот, наверное, моя коллега будет в следующем докладе рассказывать о ситуации в своей стране. И мы, по крайней мере, читаем публикацию, что в отдельных странах продолжают регистрироваться вспышки ВИЧ-инфекции среди наркопотребителей. И это, в общем, не такое редкое явление, в том числе, которое связано с изменением основных наркотиков, употребляемых в той или иной стране. Тоже будет этому доклад посвящен. Ну и российские данные на этом слайде приведены. У нас в 2016 году больше половины стало заражаться среди новых выявленных случаев ВИЧ-инфекции при гетеросексуальных контактах. И в 2020 году их доля дошла до 65%. На долю зараженных при употреблении наркотиков существенно меньшая часть сейчас приходится. Каскад медицинской помощи тоже вы вчера видели. То есть для нас, конечно, принципиально важно, и что успехи достигнуты достаточно большие. Но по-прежнему эти успехи далеки от целей 90-90-90. Поскольку по оценкам ЮНЕЙТ только 41% среди людей, живущих с ВИЧ, имеет подавленную вирусную нагрузку. А в связи с этим продолжает регистрироваться высокая смертность от СПИДа в нашем регионе. И по сравнению с 2010 годом здесь не снижение регистрируется, как в среднем мире, а рост показателя. Причем растет смертность именно среди женщин. Это тоже так отличает, в общем, существенно наш регион от других стран мира. Ну и, пожалуй, последний слайд, который я хотела бы вам показать с учетом короткого такого выступления. Наверное, я хотела бы сказать о гораздо большем. Но это вот такая картина, так сказать, которая характеризует особенности возбудителя. Регион неоднороден. В основном, конечно, в нашем регионе распространяется ВИЧ-1 субтипа А, или, точнее, суб-субтипа А6, так называемого, в подавляющем большинстве стран региона. Этот субтип обнаруживается. Но, тем не менее, в Средней Азии другой вариант, циркулирующая рекомбинантная форма, циркулирует из G. В общем, это такие достаточно изолированные эпидемии, которые могут самостоятельно развиваться. Более того, мы выяснили, что даже на территории Российской Федерации, когда заражаются граждане стран ближнего зарубежья, они, как правило, половые контакты имеют, собственно, с представителями своего же региона и получают в этой связи именно тот вариант вируса, который на территории этих регионов и циркулирует. Это вот данные нашего исследования совместного с странами. Мы сейчас публикацию на эту тему готовим, которая показывает распространенность резистентности ВИЧ у пациентов на старте антиретровирусной терапии. И вы видите, что, конечно, в большинстве стран все-таки меньше порогового уровня. В 10% мы имеем распространенность резистентности, но, тем не менее, в двух странах этот уровень преодолен. И поэтому, в общем, ситуация такая достаточно сложная. Наряду с большим количеством новых случаев ВИЧ-инфекции мы имеем и осложнение общей ситуации. Какие же выводы мы можем сделать? Что, конечно, в странах региона большие успехи достигнуты и увеличен охват тестированием и лечением. Большие успехи в профилактике вертикальной передачи ВИЧ-инфекции. Поэтому мы, в общем, наблюдаем снижение заболеваемости ВИЧ-инфекции. Но по-прежнему количество новых случаев ВИЧ-инфекции остается очень значительным. Вы видели 80 с лишним тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции. Кто помнит, когда принимали декларацию приверженности делу борьбы со СПИДом, речь шла о 40 тысячах новых случаев ВИЧ-инфекции в нашем регионе. Поэтому, конечно, эти показатели мы близко даже не достигли. И растет возраст людей, живущих с ВИЧ-феминизацией. Эпидемии наблюдается. И при этом проблема не решена у изъимых групп населения. Потому что, несмотря на то, что большинство все-таки заражается при гетеросексуальных контактах, распространение в популяции ПИИН, к сожалению, продолжается. Ну и в 2020 году, конечно, изменилась ситуация. И во многом в связи с пандемической нашей историей. Но в этой связи я лично, мое такое мнение, что мы можем ожидать такого компенсаторного увеличения показателей, в частности заболеваемости, в ближайшие два года. Поскольку те люди, которые заразились, мы их в любом случае должны будем выявить. И то, что мы не сделали в этом году, мы должны в ближайшее время будем компенсировать. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Анатолия Николаевна. Да, здесь уже и комментировать нечего, поскольку в докладе были показаны все те направления и проблемы в нашем регионе, которые действительно характерны практически для всех стран нашего региона. Спасибо большое еще раз. Предоставляю слово следующему докладчику. Петренко Ирина Ивановна, заместитель директора Казахстанского научного института дерматологии инфекционных заболеваний. Доклад системы электронного кейс-менеджмента ВИЧ-инфекции для использования в надзоре за ВИЧ. Добрый день, уважаемые коллеги, участники конференции. Как уже сказал ведущая этой сессии, я предоставлю вам информацию по электронному кейс-менеджеру, который применяется в Республике Казахстан. Сложности многообразия факторов, определяющих распространение ВИЧ-инфекции, предоставила дальнейшее развитие новых информационных технологий как в целом в системе здравоохранения, так и непосредственно в эпидемиологическом надзоре за ВИЧ-инфекцией в службе СПИД. Для сбора и хранения и обработки различных расчетных показателей, получения различных сводных данных, отчетов, были разработаны и продолжают разрабатываться, совершенствоваться в Республике Казахстан различные информационные системы. На данном слайде как раз указан перечень информационных систем, которые в настоящее время в Республике Казахстан используются. И хотелось бы отметить, что при разработке информационных систем ключевыми принципами является согласование электронных форм с утвержденными регистрационными формами первичной медицинской документации, полное соответствие алгоритму действий медицинских работников по диагностике, профилактике и лечению ВИЧ-инфекции, а также использование современных подходов и стандартов программного обеспечения и использование индивидуального идентификационного номера ИИН в качестве идентификатора человека, что позволяет ввести учет не только количеству исследований, но непосредственно и людей. Не буду останавливаться, перечислять, вы их на слайде уже видели. Коротко хочу остановиться на этих информационных системах. Это первое, это информационная система, это онлайн-регистрация, он, вернее, национальный регистр обследованного населения, коротко НРОН. Это система для хранения и обработки данных по всем обследованным Республике Казахстан лицам. Она установлена в настоящее время и активно используется в 173 медицинских организациях, но пока она у нас в Казахстане внедрена и успешно работает в двух областях. В качестве идентификатора используется информация ИИН, как я уже говорила, и она позволяет проводить анализ тестирования населения на ВИЧ-инфекцию, повышает качество при аналитическом этапе путем анализа бракиража материала, поступающего из медицинских организаций, отслеживания и соблюдения сроков доставки, сокращает время формирования медицинских направлений на исследование. Есть возможность проведения и мониторинга, и анализа обследования различных групп, которые отслеживаются у нас, а также анализировать количество протестированных лиц за различные периоды времени по кодам, по гражданству, по группам, по диагнозам, по возрастным группам. В данную информационную систему вводится направление, как я уже говорила, и направление на сыворотку, направленную на обследование, код согласно форме 4, диагноз, даты забора и так далее, то есть полностью все направление. Медицинские организации, осуществляющие забор крови, создают в регистре индивидуальной списочной направлении, то есть одно с другим может формироваться. И если же медицинская организация по какой-либо причине отсутствует интернет, допустим, это отдаленные какие-то населенные пункты, например, в колониях нет интернета, то направление заполняется в оффлайн-приложении и пересылается по электронной почте. Отрицательный результат вводится в регистр, и в тот же день медицинская организация может выдать этот результат. При положительном результате республиканская организация, которая подтверждает результат данного исследования, она заносит эту информацию, и данная база интегрирована со следующей базой, на которой я коротко остановлюсь, то есть это база электронного слежения за зарегистрированными случаями. То есть она автоматом уже интегрируется в данную систему. Таким образом, мы можем здесь получать из этой базы, как я уже говорила, различные информационные материалы в разбивке по датам, по возрасту, по медицинской организации, по количеству исследований, проведенных на одного человека. То есть здесь мы четко можем проследить охват тестированием населения, точный процент без повторения. Следующая – это система электронного слежения, которая непосредственно содержит все данные эпидемиологические, лабораторные, клинические данные за зарегистрированными случаями, позволяет получить анализ ситуации, также в различной степени детализации. Она установлена и активно у нас используется уже много лет во всех центрах СПИД, во всех регионах, имеет сертификат информационной безопасности и позволяет, конечно, планировать ресурсы, прежде также и для антиретровирусной терапии, оценивать эффективность проводимых противоэпидемических и клинических мероприятий. Имеет возможность сформировать отчеты по различным, также переменным, в разрезе областей, различных административных территорий, получение различных списков, возможность экспортирования различных данных в различных программах Word, программы Self, PDF, PDF и так далее. И мы, находясь, поскольку я представляю республиканскую организацию, мы, находясь в республиканской организации, можем непосредственно уже, по имеющимся данным, открывая данную систему, проводить анализ полноты проведенных мероприятий противоэпидемических, как проведено эпидемиологическое расследование, и можем это корректировать, направлять соответствующие письма в регионы и отслеживать эффективность работы наших специалистов. Данная система, я коротко хотела о ней остановиться, она представляет регистрационную карту пациентов, в которой имеются социально-демографические, эпидемиологические данные, данные о диспансерном наблюдении, все данные по лабораторным исследованиям. Вторым компонентом является модуль для учета антиретровирусных препаратов и движения, ну и, соответственно, инструменты для получения это различные отчеты, журналы, списки и так далее. На следующем слайде просто показан скриншот из данной программы, поэтому здесь я особо останавливаться не буду. Единственное, скажу, что есть тоже многообразие функций, здесь есть возможность выгрузки иммуноблотов и населения по возрастам, что нужно для расчета основных эпидемиологических показателей. Имеется возможность визуализации данных по CD4, перевирусной нагрузки, и специалист по тренду может отслеживать эффективность антиретровирусной терапии у пациентов. Следующая составная часть как раз вот электронного снижения, это модуль учета и прогнозирования антиретровирусных препаратов. Он также функционирует во всех у нас областных центрах СПИД и позволяет отслеживать приход, расход антиретровирусных препаратов, наличие на складе. Для списания лекарственных препаратов используется сканер штрих-код, и данный учет позволяет как раз также контролировать возможности предоставления антиретровирусной терапии по учету при передаче препаратов из одной области в другую, если такая ситуация складывается, либо позволяет проводить автоматический расчет времени расхода на основании рецептов по текущему уровню потребления, мониторинг движения антиретровирусных препаратов и контроль за остатками на складе. Следующие возможности, которые нам дают информационные системы, это программа, которая предназначена для патронажных медицинских сестер для использования на планшетах при осуществлении сестеринского ухода на дому за пациентами. Буквально в предыдущей сессии у нас представитель проекта iCAP, который занимался данным вопросом, очень подробно рассказывал об этой системе, о ее эффективности. Она у нас пока тоже реализуется в трех регионах и помогает медицинским сестрам осуществлять качественный уход на дому, облегчает координацию усилий, упрощает анализ их эффективности, сокращает время на подготовку различной документации и так далее. Поэтому, конечно, я думаю, что перспективы у данного мобильного приложения очень большие, и хотелось бы, чтобы данное приложение у нас было внедрено также во всех регионах. Следующая программа, которая хотела бы остановиться, это называется у нас ЕДЭН, то есть биоповеденческие исследования среди ключевых групп, они у нас также проводятся с применением информационной системы. Она у нас тоже используется уже во всех центрах в течение длительного периода, и знаете, что дает возможность рационально также использовать ресурсы и получать точные и надежные результаты исследований по дозорному надзору по исследованию распространенности среди ключевых групп населения. Также используются, при этом используются планшеты, что позволяет тоже эффективно и быстро вводить данные, и, конечно, сокращает количество времени, затрачивая на анкетирование. Допустим, если это занимало где-то до 40-50 минут, то сейчас до 15 минут. Исключает ошибки при заполнении анкет, поскольку сама программа, она не позволяет делать переходы и не дает пропускать вопросы. Имеется возможность просмотра анкет опять же в республиканской организации в режиме онлайн. Отпадает необходимость тиражирования анкет, и у координатора ДН имеет возможность дистанционного контроля за процессом сбора, то есть где проводится место проведения, качество проведения, позволяет оценить хрометраж проводимой работы, фиксировать место сбора данным на дозорном сайте. Следующий слайд, это вот тот же такой скриншот в подтверждении моих слов, значит, непосредственно из самой базы. Следующая информационная система, которая у нас успешно применяется, но в настоящее время она сейчас, конечно, находится в стадии доработки, но данная система у нас тоже, в общем-то, используется. Она предназначена для мониторинга и оценки мероприятий, проводимых, профилактических мероприятий среди ключевых групп населения. Данная база обеспечивает также автоматизацию всех процессов между медицинскими организациями, аутрич-работниками и клиентом, повышает контроль и надзор за охватом клиентов профилактических программ и позволяет также отслеживать объем проводимой работы, поскольку в ней участвуют и не правительственные организации, есть проекты, которые реализуются международными партнерами, поэтому здесь можно четко в данной программе отследить вклад непосредственных участников, которые осуществляют данное мероприятие. Следующая программа – это программа ЕМИО, которая обеспечивает в режиме реального времени сбор, хранение, анализ показателей по мониторингу и оценке программ, проводимых на страновом уровне. Она в Республике Казахстан используется с 2014 года, и источником информации ее является системой электронного слежения, то есть программы между собой у нас интегрированы, и это позволяет как раз получать соответствующие результаты, то есть стандартизирует процессы сбора из всех центров, значительно упрощает процессы ввода, проверки, получения данных с различных территорий, и вводится она с кратностью вообще в соответствии с нашими нормативными документами два раза в год, это полугодие в год, а также есть показатели квартального, в соответствии с которыми мы отчитываемся о своих показателе деятельности, и которые используются в том числе и в международной отчетности по предоставлению странового отчета в ЮНЕИТС. На данном слайде я не буду останавливаться, но просто скажу, это уже не в службе СПИД используется, данный регистр используется в центрах психического здоровья, это онлайн-система для сбора и хранения информации о пациентах, которые находятся в программе ОЗТ, но это тоже как бы один эффективный инструмент информационной работы. И в заключении я бы хотела сказать, что мы проводим постоянно совершенствование данных систем, то есть при изменении показателей вносятся изменения и в информационные системы. В системе, о которой я говорила по реализации мероприятий по профилактике среди ключевых групп населения, мы в настоящее время как раз переходим сейчас с бумажных учетных форм на электронные носители и предусматриваем также ее интеграцию с информационными системами существующими. Система электронного слежения надзора за случаями, о которой я рассказывала, планируется у нас ее перевод в облачный формат, планируется дальнейшее совершенствование национального регистра обследованного населения, поскольку он успешно себя зарекомендовал в двух областей, и естественно нам есть такие планы, чтобы это охватило всю республику в целом. А также планируется разработка информационной системы по доконтактной профилактике, поскольку начинается у нас ее внедрение в Казахстане. И веб-сервисы для ЛЖВ по анонимному уведомлению их партнеров о необходимости тестирования. Вот такие у нас будущие планы. Спасибо за внимание. Постаралась очень быстро уложиться в регламент. Спасибо большое, Ирина Ивановна. Да, очень интересный доклад, и во всяком случае интересно видеть те электронные базы данных, электронные программы, которые используются во многих странах, и я думаю, что каждому будет интересно что-то узнать для себя новое и попробовать внедрить в своих странах. Спасибо. Следующим докладом приглашаю Киржанову Валентину Васильевну, извините, пожалуйста, Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава России. Современные тенденции распространенности наркомании в России. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Мне хотелось бы выразить благодарность организаторам этой конференции за возможность принять участие в работе этой конференции. И с очень большим удовольствием я прослушала много докладов на разных секциях и получила большое удовольствие и пользу для своей дальнейшей деятельности. Мне хотелось бы коротко рассказать вам о современных тенденциях в распространенности наркомании в Российской Федерации. За последние 10 лет в сфере наркопотребления в России мы отмечаем изменения, которые связаны с существенными изменениями наркорынка. Основываясь на данных об изъятии наркотиков, можно сказать, что в России за последние 10 лет так называемые новые психоактивные вещества в значительной степени потеснили традиционные, такие как природные опиоиды и героин. И в настоящее время их доля с каждым годом увеличивается. Естественно, что это отражается на показателях обращаемости населения за наркологической помощью. Вашему вниманию представлены показатели первичной заболеваемости психическими расстройствами, связанными с употреблением наркотиков в основных возрастных группах у подростков, у молодежи 18-19 лет, населения в возрасте 20-39 лет и населения в возрасте 40-59 лет. Как известно, показатели первичной заболеваемости в наибольшей степени отражают ситуацию с употреблением наркотиков в конкретный период. Как вы видите на слайде, самый высокий уровень первичной заболеваемости в России наблюдался в конце 90-х, в начале 2000-х годов. После 2000-го года отмечается выраженная тенденция снижения показателей в большинстве возрастных групп и в целом по всем возрастам. Исключение составляет только возрастная группа 40-59 лет, в которой наблюдалось увеличение показателей по сравнению с уровнем 2002-2003 годов показатели возросли в 2,5 раза. Таким образом, общая тенденция в последние 20 лет это снижение первичной заболеваемости во всех молодежных группах, при этом наиболее высокий темп снижения наблюдался у подростков и у молодежи 18-19 лет. Напротив, число первичных в жизни обращений в старших возрастных группах увеличивается. Таким образом, на фоне общего снижения заболеваемости наблюдается постарение больных, которые впервые в жизни обращаются за наркологической помощью. Тенденция снижения показателей характерна и для заболеваний, связанных с инъекционным употреблением наркотиков. В течение последних 10 лет мы наблюдаем сокращение общей заболеваемости в 2,5 раза и первичной заболеваемости в 2 раза. Среди впервые обратившихся потребителей инъекционных наркотиков также наблюдается сокращение доли молодежи и увеличение доли больных старше 45 лет. Обратите внимание, что красные сектора уменьшаются в процентном отношении, это дети, подростки и молодежь. А доля пациентов в возрасте 40 лет и старше, она у нас увеличивается. Второй момент, на который хотелось бы обратить внимание, это изменение структуры первичной заболеваемости наркомании в зависимости от вида употребляемого наркотика. Как вы видите на этом слайде, в 2009-2010 годах в структуре первичной заболеваемости преобладала опиоидная зависимость. Она составляла где-то около 90%. К настоящему времени ситуация радикально изменилась, и мы видим впервые обратившихся пациентов преобладание следующих видов зависимости. Зависимость от психостимуляторов, каннабиноидов, а также других наркотиков и их сочетаний, которые составляют это фиолетовый сектор порядка 37%. В то же самое время доля первичных пациентов с опиоидной зависимостью сократилась до 28%. А опиоидные пациенты с опиоидной зависимостью составляли у нас в Российской Федерации основную массу потребителей инъекционных наркотиков, которые обращались за наркологической помощью. Изменения возрастной структуры не могли не отразиться и на показателях заболеваемости. Как вы видите, заболеваемость опиоидной зависимостью резко снижается практически до исторически значимого минимума. В то же время показатели заболеваемости, связанные с употреблением психостимуляторов, каннабиноидов и других наркотиков, включая новые наркотики, эти показатели демонстрируют тенденцию к росту. Как известно, лица, употребляющие психоактивные вещества, являются группой риска и в ряде случаев основной группой риска в отношении заражения и распространения ВИЧ-инфекции и парентеральных гепатитов. На ВИЧ и парентеральные гепатиты тестируются в Российской Федерации все категории пациентов наркологического профиля. Порядок оказания наркологической помощи предусматривает стопроцентное тестирование на ВИЧ и парентеральные гепатиты пациентов как при госпитализации, так и при амбулаторном обращении. Об уровне обследования пациентов наркологического профиля на ВИЧ можно судить по данным стационаров. Доля обследованных среди пациентов с алкогольными расстройствами близка к 90%, но наиболее тщательно конечно же обследуются пациенты употребляющие наркотики инъекционным способом и другие потребители наркотиков. Потребители инъекционных наркотиков как правило тестируются за год не один раз, а могут тестироваться два раза, то есть при повторной госпитализации они вновь проходят тестирование. И в частности мы имеем сведения об уровне инфицирования ВИЧ разных диагностических категорий пациентов наркологического профиля в стационаре. Самый высокий уровень наблюдается у пациентов с заболеваниями связанными с употреблением наркотиков где-то порядка 16-17% несколько ниже у больных с расстройствами связанными с употреблением ненаркотических психоактивных веществ. Высокая вариабельность этого показателя связана с малочисленностью этой группы это темно-красная кривая линия на графике. И последняя группа это алкогольные расстройства несмотря на то что уровень ВИЧ-инфекции среди пациентов с алкогольными расстройствами невелик но он имеет устойчивую тенденцию к увеличению на протяжении последних 10 лет. Вашему вниманию представлены данные распространенности ВИЧ-инфекции среди ПИН обращающихся за амбулаторной помощью и среди пациентов получающих наркологическую помощь в стационарных условиях и оба эти показателя имеют выраженную тенденцию к увеличению в течение всего времени всего анализируемого времени. ВИЧ-инфекции Уровни инфицирования потребителей инъекционных наркотиков в разных регионах Российской Федерации различаются и в целом по стране то 78 из 85 регионов имеют уровень инфицирования ВИЧ более 5% среди регионов с высоким уровнем распространенности ВИЧ-инфекции среди обратившихся за наркологической помощью потребителей инъекционных наркотиков мы видим регионы Сибирского Приволжского Уральского и Дальневосточного округов то есть это те регионы в которых наркомания существует давно и получила наибольшее распространение по данным стационар по данным стационаров также уровни ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков различаются но я не буду на этом останавливаться из экономии времени что можно сказать по гепатиту С наиболее высокий уровень инфицирования гепатитом С наблюдаются у пациентов заболевания которых связано с употреблением наркотиков это две красные линии это потребители инъекционных наркотиков и группа больных с синдромом зависимости от наркотиков в целом второе ранговое место занимают пациентов употребляющие ненаркотические психоактивные вещества это синяя линия и 11% 11% ВИЧ инфицированных наблюдается в группе пациентов с алкогольными расстройствами показатель довольно стабилен на протяжении последних 10 лет Самая высокая доля инфицированных вирусом гепатита С отмечается среди потребителей инъекционных наркотиков и составляет около 60% 45 регионов из 85 имеют уровень инфицированных вирусом гепатита С больше 50% наиболее высокая доля инфицированных в Центральном Южном Уральском Приволжском Сибирском и Дальневосточных округах то есть распространенность гепатита С высока практически во всех федеральных округах Российской Федерации Уровень распространенности инфицирования вирусом гепатита В среди пациентов наркологического профиля относительно невысок особенно по сравнению с гепатитом С и в разных диагностических категориях он составляет от 2 до 7% Наиболее высокий уровень инфицирования отмечается у пациентов с наркоманией традиционно и среди пациентов употребляющих наркотики инъекционным способом И последнее что мне хотелось бы сказать это сказать о том каким образом что все-таки эпидемиологическая обстановка которая связана с COVID-19 очень сильно повлияла на показатели обращаемости пациентов наркологического профиля за наркологической помощью в частности первичная заболеваемость у нас сократилась на 7% на 22% то есть этот показатель у нас просто рухнул общая заболеваемость наркологическими расстройствами сократилась на 7% на 14% на 14% сократилось число посещений связь по поводу заболевания в наркологические учреждения и по-моему на 19% уменьшилось число госпитализаций и коротко подведу основные основные итоги вышесказанному последние годы среди пациентов обращающихся за наркологической помощью наблюдается сокращение числа и доли детей подростков и молодежи и увеличивается доля пациентов старше 40 лет наблюдается изменение структуры наркопотребления среди больных наркомании уменьшение пациентов с опиоидной зависимости и увеличение числа зависимых психостимуляторов и других наркотиков и в частности так называемых новых или дизайнерских наркотиков сокращение обращений за наркологической помощью больных с опиоидной зависимостью это как бы можно считать основным трендом сегодняшней наркоситуации в России рост уровня инфицирования пациентов наркологического профиля особенно выражен среди потребителей инъекционных наркотиков также наблюдается высокий уровень инфицирования вирусами гепатита В и С среди пациентов употребляющих наркотики инъекционным способом разрешите на этом закончить благодарю за внимание спасибо большое Валентина Васильевна так со следующим докладом хочу пригласить Казакова Евгения Ивановна младшего научного сотрудника научно-исследовательского института вирусологии республиканского специализированного научно-практического медцентра эпидемиологии микробиологии инфекционных и паразитарных заболеваний с докладом вирусологическая характеристика ВИЧ-1 в республике Узбекистан Здравствуйте Пожалуйста Спасибо Здравствуйте Меня хорошо слышно Да Вас хорошо слышно Здравствуйте коллеги очень приятно выступать с докладом на конференции и участвовать хотя бы онлайн удаленно очень приятно увидеть знакомые лица и позвольте представить вам доклад вирусологических характеристик ВИЧ-1 в республике визуально-практическом начну я немного издалека с проекта Резида который позволил нам описать ВИЧ-1 циркулирующий штамм ВИЧ-1 в Узбекистане Данный проект по предотвращению распространения штаммов ВИЧ-резистентных антиретровирусной терапии в странах и цепиентах в помощи это мультистрановой проект в котором участвует Российская Федерация Армения Беларусь Азербайджан Кирпизия Татаркестан и Республика Узбекистан на данный момент мы уже проводим второй проект аналогичный и это проект по масштабному такому мониторингу ВИЧ-1 в странах для НИИ вирусологии в данный момент мы ведем уже третий мониторинг по стране с 2008 года в НИИ вирусологии Узбекистана мы начали секвенировать ВИЧ-1 так как у нас есть свое стационарное отделение для ВИЧ-инфицированных и также для больных с аппаратомистическими инфекциями на 20 коек отделения однако масштабных работ мы не проводили достаточно длительное время потому что это очень требует хорошего бюджета и достаточно трудозатратное мероприятие однако в 2014 году мы провели первый проект совместно с ЮНЕЙТ дальше я расскажу немного о его результатах в 2017-2018 годах мы провели проект Резида и в данный момент мы работаем над проектом Резида-2 и хотелось бы поблагодарить Роспотребнадзор который очень помогает нам в проведении данных исследований проводит для нас обучающие семинары рабочие встречи консультации с экспертами здесь вот есть Наталья Николаевна в зале которая является одним из координаторов со стороны Роспотребнадзора данной работы спасибо большое за то что вы нас поддерживаете и также поддержка от Роспотребнадзора выражалась в том что мы получали оборудование реагенты расходные материалы для лаборатории это помогало нам держаться на плаву все эти годы работа была длительная мы работали начиная с того что мы разрабатывали протоколы по аналогам ВОЗ протоколов разработана на данный момент уже второй редакция национальных протоколов для Республики Узбекистан по которым мы в данный момент работаем и на данный момент в научно-исследовательском институте Росологии мы мониторим два элемента мы следим за резистентностью ВИЧ среди взрослых начинающих получать АРТ и также среди получающих АРТ в течение 9-15 месяцев это так называемый приобретенный резистент и в данный момент как я уже выше говорила мы ведем работу на проект Роспотребнадзора это просекционное исследование лекарственной устойчивости среди пациентов начинающих эрт мы делаем стандартную процедуру генотипирования смотрим два региона протеазные и обратные протеазные распространенность лекарственной устойчивости в мире она разнообразна но Узбекистан относится к той стране которая начала массовое использование АРТ достаточно поздно то есть уже в нулевые годы на данный момент у нас стаж приема использования АРТ около 20 лет в связи с этим у нас не наблюдается таких высоких цифр как в тех странах которые зашли в использование АРТ гораздо раньше то есть к этим странам относятся страны развитые это Западная Европа и Северная Америка однако у нас тем не менее тоже наблюдается некоторый рост это видно при сравнении нескольких исследований здесь вы видите результаты первого исследования это 2014-2015 год совместное исследование с ЮНИЦ первичная резистентность у нас в тот момент была 2,7% составляла и в основном были распространены мутации которые представлены на экране но в основном это было к нейтерапия и фаверенция однако среди пациентов с неуспехом лечения распространенность мутации составляла 60% что в принципе является достаточно хорошим показателем что означает что данная лекарственная устойчивость была сформирована на фоне приема терапии все-таки у нас достаточно высокая приверженность была среди пациентов и спектр мутации был примерно аналогичный следует отметить что в первом исследовании мы включили 850 пациентов свеч в резиду мы уже включили это уже 17-18 год уже 714 пациентов со всех регионах республики Узбекистан примерно 40% пациентов были наивные и 60% пациентов были принимающие АРТ и так как мы поменяли тактику сбора пациентов то есть первый раз мы собирали именно пытались тех у кого врачи предполагали наличие не ответа на терапию то во второй раз во втором исследовании мы собирали всех пациентов сплошь которые принимают терапию в течение 10-15 месяцев и таким образом мы смогли также увидеть процент пациентов с не ответом на терапию и таких пациентов было всего 12% это достаточно хороший показатель таким образом получается что у 88% пациентов у нас была подавленная вирусная нагрузка из тех кто принимал терапию на протяжении 9-15 месяцев однако при оценке результатов мы увидели некоторый рост лекарственной устойчивости в группе первичных пациентов то есть те кто только собирается начать прием АРТ и процент составил 4,8 что конечно ниже порогового уровня однако мы уже увидели некоторый рост при этом спектр мутаций выявляемых не изменится среди пациентов которые были с неуспехом терапии мутации лекарственной устойчивости были выявлены у 69-ти почти процентов пациентов и это опять-таки достаточно хороший показатель поскольку мы увидели что приверженность лечению у этих пациентов достаточно высока и спектр мутаций был также аналогичен также мы попытались внедрить контроль качества секвенирования мы секвенировали панели по возможности мы научились работать с онлайн тулом WHO который используется для того чтобы оценить бывали конкуренации в пробах к сожалению на данный момент вывоз образцов для того чтобы сделать полноценную оценку качества нашей работы у нас затруднен поэтому пока что мы работаем так в таком режиме и теперь непосредственно о том какие геноварианты ВИЧ циркулирует на территории Республики Узбекистан в сравнении 2015 и 2019 года мы можем видеть что у нас пошел сбег по генотипам по пейзажу генотипическому в 2015 году наблюдалось свыше 50% примерно 53-54% пациентов у нас имели циркулирующую форму 0-2 АГ и меньшая часть примерно 37-40% пациентов у нас были субтипом А6 и также встречались различные мнорные варианты однако в 2019 году субтип А6 вышел на первое место то есть уже 48-5% пациентов имели А6 и доля циркулирующей рекомендантной формы 0-2 АГ значительно снизилась до 40% и также было большое количество различных рекомендантных минорных форм что достаточно характерно для республики Узбекистан и вообще из стран бывшего СНГ на территории республики Узбекистан достаточно своеобразная картина по субтипам ВИЧ поскольку в нашей стране два совершенно разных варианта циркулирует 0-2 АГ и субтип А6 и при заражении пациента одновременно двумя штаммами либо при повторном заражении один поверх другого возникают такие рекомендантные формы уникальные формы и создают такую интересную картину таким образом мы можем резюмировать что на территории республики Узбекистан достаточно гидрогенная популяция ВИЧ-1 циркулирует на 2 АГ который характерен для стран Средней Азии и также А6 который характерен для Российской Федерации и встречаемость субтипов на следующее это 48% А6 40% АГ на 2 АГ встречаются единичные случаи G-субтипа C-субтипа и также достаточно большое количество рекомендантных форм которые возникли в результате скрещивания рекомендантной формы 0-2-АГ и А6 результаты последнего исследования которые мы проводим в данный момент они еще в процессе работы и надеюсь что в следующий раз мы сможем уже сделать более масштабный интересный анализ данной информации и сможем предоставить вам более интересные данные спасибо за внимание и последняя новость то что мы наконец-то опубликовались сделали большую статью и в данный момент еще две статьи уже тоже подали на публикации так что в Узбекистане сейчас будет достаточно много информации спасибо большое за внимание еще раз благодарю спасибо большое Евгения Ивановна очень было интересно и я думаю что есть странно будет что сравнивать когда получат если кто еще не посмотрит сегодня ваш доклад то во всяком случае в записи он будет насколько я знаю и возможно будет изучить и сравнить данные спасибо большое следующий доклад представляю Покровской Анастасии Вадимовне Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора социально-демографический портрет ЛЖВ в семи странах региона ВЕЦА Добрый день уважаемые коллеги рада приветствовать всех присутствующих в зале и тех кто к нам присоединился онлайн и в данной презентации я хочу представить вам результаты нашего большого международного исследования которое проходило в странах России и вот указанных на слайде государствах в рамках нашего международного сотрудничества поддержки Роспотребнадзора и правительства России мы сделали достаточно много исследований вот в рамках этого же направления был представлен предыдущий доклад и были другие многие наши коллеги здесь присутствуют чему я очень рада но подробно я вам остановлюсь на том направлении которым занимались непосредственно мы и целью его было создание так называемого социально-демографического портрета пациента мы между собой называем это исследование портрет пациента и наша часть была идея такая составить социально-демографический и клинико-лабораторный портрет пациента получающего медицинскую помощь в связи с ВИЧ-инфекцией в странах которые у нас участвовали в исследовании основная идея у нас была в том что да хотя мы соседние страны но в общем культурные наши социальные и эпидемиологические особенности развития эпидемии отличаются что может вести к тому что и пациенты у нас разные и соответственно у них могут быть разные потребности и разные особенности и понять какие же группы пациентов у нас получают помощь а может быть каким-то она оказывается недостаточной куда нам нужно направить свое особое внимание я подробно здесь не буду описывать это исследование происходило в несколько этапов в целом оно заняло три года ну и вот тот кусочек о котором мы сегодня будем говорить в него мы смогли включить более 12 тысяч 12 тысяч с половиной пациентов из разных стран количество пациентов в странах было рассчитано на основании тех данных которых у нас имелись по количеству выявленных ВИЧ-позитивных в этих государствах понятно что у нас показатели отличались но тем не менее мы считаем что хватили достаточно большую пропорцию пациентов почти в некоторых странах это было даже превышало чем больше чем 1% тех с кого мы смогли включить в наше исследование мы собирали информацию стандартную клинику эпидемиологическую то что есть в медицинской документации и также мы анкетировали пациентов актуализируя их социальную информацию брачный статус наличие детей трудовую занятость то что могло изменяться у человека в процессе его наблюдения и ту информацию мы смотрели которая была на данный момент когда пациент обращался в центр всего мы собрали как вы видите там достаточно большое количество практически 70 различных показателей я конечно сейчас не буду озвучивать всю информацию которая у нас есть остановлюсь в основном на тех моментах что интересного мы увидели в нашем исследовании ну как уже мы все знаете как говорилось в предыдущих презентациях в целом в нашем регионе основную популяцию людей живущих с ВИЧ составляют мужчины вот вы видите да это первый столбик пропорция мужчин и женщин в странах второй столбик простите да а первый столбик это те пациенты которые вошли в наше наше исследование и мы получили да информацию в основном что те кто вошли исследования то есть те кто получают медицинскую помощь участвуют в исследованиях обращаются это были в основном женщины мы предварительно сделали такой вывод что возможно у нас несколько идет снижение охвата действительного количества мужчин живущих с ВИЧ медицинской помощью еще один момент который мы обратили он в общем внимание он здесь он в общем сочетался с той информацией которой мы имеем общие данные по этим странам что женщины которые были включены исследования они были значительно моложе мужчины мы знаем данные о том что женщины в нашем регионе выявляются выявляются ВИЧ-инфекции раньше чем мужчины но это может быть связано как и с тем что они действительно с одной стороны инфицируются в более раннем возрасте а с другой стороны не исключен такой момент что они действительно выявляются раньше по сравнению с мужчинами так как им медицинская помощь обследование оказывается по каким-то причинам более доступно поэтому чтобы посмотреть эту идею различия между доступностью медицинской помощи охвата мужчин и женщин вот мы построили такие известные каскады которые мы строим обычно для общей популяции отдельно для мужчин и женщин это обобщенно по этим странам и вот здесь действительно мы увидели что доля женщин которые состоят на учете привержены наблюдению получают эффективную терапию она была несколько выше именно для женщин по сравнению с мужчинами но если мы посмотрели потом отдельно разбивку по странам то в принципе эта тенденция получилась у нас такая же по всем исследуемым государствам единственное немножечко отличалась она по Беларуси где в плане приверженности именно наблюдению мужчины показали более высокие показатели по сравнению с женщинами но тем не менее именно по охвату терапии у женщин она была выше чем у мужчин но это могло быть связано со многими обстоятельствами например в том числе что женщинам раньше назначалась терапия в связи с профилактикой вертикальной передачи например ну дальше мы как бы подумав над этой идеей мы конечно понимали что это связано непосредственно с гендером мужчин и женщин а именно с другими социальными факторами особенностями поведения мужчин и женщин и вот на этом слайде представлено соотношение основных путей инфицирования мы тут разделили на преимущественно это половой путь и парентеральный путь но мы знаем что в большинстве наших стран в основном популяцию ЛЖВС пока составляют это лица заразившиеся при употреблении наркотиков и в основном конечно потребителем наркотиков инфицированной ВИЧ в нашем регионе являются мужчины но вот вы видите если посмотреть тех лиц которые вошли в наше исследование то как раз это были лица преимущественно инфицированные половым путем то есть мы понимаем и подтверждаем еще раз мышц что к сожалению потребители наркотиков видимо у нас все равно остаются меньше охвачены медицинским наблюдением чем лица заразившиеся половым путем но тем не менее если посмотреть на то как нам ответили участники исследования о том принимали ли они употребляли ли они парентеральные наркотики в течение прошедших 6 месяцев мы видим что в некоторых странах это был достаточно высокий показатель мы можем сказать с одной стороны что потребление наркотиков не является препятствием для того чтобы также обращаться в медицинской помощи получать лечение но с другой стороны мы понимаем что в общем-то это остается значительная группа рисков в том числе и для дальнейшего передачи ВИЧ-инфекции если эти пациенты недостаточно эффективно принимают терапию или же ее в принципе еще не получают еще один такой момент на который мы обратили внимание тоже который потенциально может влиять на приверженность и доступность лечения нашим пациентам это трудовая занятость с одной стороны мы получили хорошие показатели в том что большинство наших пациентов они указывали что имеют ту или иную трудовую занятость то есть они продолжают активно участвовать в экономических процессах в том числе но вот для нас здесь была такая интересная группа это люди которые указали что они работают за пределами страны своего гражданства которых мы относим к трудовым мигрантам хотя опять же по странам это отличалось но вы видите что в некоторых странах Таджикистан по-моему Узбекистан Армения достаточно большой был процент тех лиц которые указали такой вид трудовой занятости и мы понимаем что это лишь тот процент который попал в наши исследования а реальное количество наверное таких лиц значительно больше потому что как раз именно они и ограничены в доступе к медицинским услугам в своих странах а за пределами твоей страны гражданства не всегда есть возможность получать лечение и обследование в контексте ВИЧ-инфекции поэтому эта группа и с точки зрения риска распространения ВИЧ-инфекции и с точки зрения доступности медицинской помощи тоже могла вносить в свой вклад ну и конечно именно мужчины в основном являются представителями трудовых мигрантов что конечно вот опять же отразилось на тех показателях которые мы имеем по охвату медицинскими услугами мужчин и женщин еще один показатель который мы оценили это семейное положение участников исследования ну понятно что с точки зрения эпидемиологии сам факт наличия каких-то брачных отношений которые они указывают он не всегда показывает истинное сексуальное поведение которое нам может быть важно поэтому мы здесь в основном обратили внимание на количество сексуальных партнеров на особенности отношений которые практикуют наши пациенты вот мы видим что в некоторых странах достаточно большое количество лиц указали что они имеют не одного полового партнера за прошедшие 6 месяцев ну соответственно потенциально да их половые партнеры могут быть в группе риска изражения ВИЧ-инфекции ну здесь даже особенно было для нас важен еще тот момент что среди тех лиц которые указали что они имеют постоянного полового партнера примерно только у третьей был также ВИЧ-инфицированный партнер и достаточно большое количество лиц указали что они имеют не ВИЧ-инфицированного полового партнера и самое главное вот видите серенькие части столбика это те кто несмотря на то что они указывают наличие постоянного партнера они не знают или не указывают его ВИЧ-статус таким образом мы понимаем что видимо это и с нашей медицинской точки зрения такая некоторая недоработка что мы не привлекаем партнеров к обследованию и соответственно не можем либо также среди них выявить раньше ВИЧ-инфекцию либо проводить профилактическую работу потому что понятно что неинфицированные партнеры и партнеры с неизвестным ВИЧ-статусом они также могут оказываться в группе риска инфицирования ВИЧ-инфекции по наличию детей ну это как косвенная скажем так показатель влияния показатель участия наших пациентов в демографическом процессе ну мы получили что большая часть пациентов но мы с вами помним что у нас пациенты достаточно молодого возраста но они уже имели детей возможно в будущем еще будут у них дети ну вот по странам да показатели значительно отличались в некоторых странах у нас отмечены многодетные семьи среди наших пациентов 4 и даже более детей но вот тут самое главное что мы для себя такое важное и интересное отметили что если мы посмотрим не просто по количеству детей а именно по количеству родов среди женщин которые они указывали до диагноза ВИЧ-инфекции и после диагноза ВИЧ-инфекции то большая часть детей была рождена женщинами до диагноза конечно мы однозначно не можем сказать что это было связано с тем что это именно ВИЧ-инфекция повлияла на их решение не заводить больше детей может быть они да уже просто имеют достаточное количество и так их не планировали с другой стороны молодые женщины могут еще они у нас в основном были пациентки где-то в возрасте до 35 лет возможно они еще запланируют детей но тем не менее косвенно мы тоже выявили такой момент влияния на репродуктивную ситуацию ну и если да уже подводя итог сегодняшней презентации что мы можем сказать по результатам нашего исследования основные такие моменты что женщины по сравнению с мужчинами в исследуемых нами странах показали более высокую приверженность наблюдения и лечения у них были выше показатели по эффективности терапии и наверное нам все-таки стоит обратить больше внимания на пациентов мужчин особенно тех кто имеет в анамнезе употребление инъекционных наркотиков так как они вероятно ограничены в доступе к медицинской помощи по разным причинам ну и конечно же это влияние миграционных процессов мы отметили что это значимая доля наших пациентов в том числе участвуют в этих процессах что может влиять и как на распространение вещь инфекции так и для наступности медицинской помощи для этой группы лиц ну что важно отметить что в целом пациенты те кто наблюдаются у нас в медицинских учреждениях кому доступна медицинская помощь они сохраняют свои социальные функции участвуют в трудовой деятельности в демографических процессах поэтому конечно мы должны стараться еще больше поддерживать их качество и продолжительность жизни но тем не менее возможно что ведь статус негативно влияет на репродуктивную на продуктивную выбор женщин в связи с этим наверное мы тоже должны на это обращать дополнительное внимание и также помнить о том что у наших многих у наших пациентов есть и вич негативные партнеры и партнеры с неизвестным вич статусом и поэтому тоже обращать на это внимание как и при консультировании самих пациентов так и их партнеров и для более возможно раннего начала стараться рано начинать антиретровирусную терапию в том числе и с профилактическими целями в этой группе пациентов благодарю вас за внимание спасибо спасибо большое Анастасия Вадимовна спасибо большое за интересные результаты исследования следующим докладом хочу представить слово Салпуевой Альгуль Сагендыковне заведующей эпидемиологическим отделом республиканского центра СПИД Кыргызстана опыт применения экспресс-тестирования на ВИЧ в Кыргызстане пожалуйста Добрый день уважаемые коллеги участники конференции в пользу случаям я хочу поблагодарить организаторов конференции за приглашение я очень рада что присутствую здесь на этой конференции мне хотелось бы поделиться опытом внедрения экспресс-тестирования на ВИЧ в Кыргызской республике я немножко остановлюсь о предпосылках для того чтобы внедрить программу экспресс-тестирования на ВИЧ в нашей республике опытом внедрения экспресс-тестирования и извлеченных опытах и дальнейших шагах предпосылками для того чтобы внедрить программу экспресс-тестирования на ВИЧ в нашей республике послужили первую очередь это рекомендация миссии Европейского бюро ВОЗ. Эта миссия была в 2011 году в апреле месяце в нашей республике. Была проведена оценка государственной программы по ВИДСПИДу в нашей стране и также другие мероприятия, которые направлены на борьбу с эпидемией ВИДС в нашей стране. И по своим наблюдениям они оставили несколько рекомендаций, и мы взяли на вооружение основные две рекомендации. Это первое, разработать и предложить поправки в нормативную правовую базу, для того, чтобы позволить участие неправительственных организаций в ВИЧ-тестировании, консультировании, а также подготовку специалистов неправительственных организаций в соответствии с требованиями предоставления консультирования и тестирования путем их сертификации. И также рассмотреть участие немедицинского персонала и организации гражданского сообщества в предоставлении услуг по тестированию, консультированию на ВИЧ, тем самым содействовать экспресс-тестированию на ВИЧ. Также предпосылкой являлся анализ охвата тестирования на ВИЧ в нашей стране за период 2008 по 2010 год. И также анализ новых случаев ВИЧ по путям инфицирования. Значит, что нам показал анализ охвата тестирования на ВИЧ в целом по стране за этот период? Значит, ежегодно у нас рутинно тестируется на ВИЧ более 400 тысяч исследований. И среди них вот именно доля протестированных из ключевых групп населения была очень мала. И в основном тестировались беременные женщины, медицинские сотрудники, которые проходят ежегодный медицинский осмотр и при поступлении на работу, военнослужащие, трудовые иммигранты, когда им понадобился сертификат, и другие категории населения. А вот доля ключевого группа населения составляла менее 1% от тестированных. И также при анализе новых случаев ВИЧ-инфекции все равно по стране приходилось около 60% новых случаев именно на выявление среди ключевых групп населения, таких как Луин, секс-работница и мужчина, практикующий секс с мужчинами. Анализ по путям передачи тоже показал, что 57% из всех путей передачи все равно приходится на париэнтеральный путь передачи через потребление индиционных наркотиков. Вот на этом слайде вы видите, что в 2008, 2009, 2010 году какая доля была из всех протестированных по ключевым группам населения, да, менее 1%. Значит, внедрение экспресс-тестирования на ВИЧ именно в неправительственных организациях и по около десневой жидкости, это и было как бы решением данной проблемы. Хотелось бы остановиться на нескольких преимуществах экспресс-тестов. Это, как всем известно, это быстрый доступ к результатам теста и внедрением экспресс-тестирования на ВИЧ в неправительственных организациях. Мы как бы нашли доступ через эти организации к наиболее труднодоступным группам, таких как ключевая группа населения, да, потому что они сами по своей воле не предъявляют желания прийти в медицинские организации и проходить тестирование. И также вот предоставление до и после тестового консультирования представителям групп населения именно в той среде, где они привыкли ходить и получать услуги, то есть клиентоориентированной среде и непосредственно на базе неправительственных организаций. И внедрением экспресс-тестирования на ВИЧ именно на базе НПО нам послужило снижением, то есть тем самым снизилась нагрузка на лаборатории службы СПИД. И также из-за того, что техника постановки экспресс-теста по около 10-й жидкости, она очень такая простая и тем самым как бы очень удобно в использовании человеку, который предлагает эту услугу и также для человека, который проходит тестирование. Процесс внедрения экспресс-тестирования. Каким образом у нас проходил процесс внедрения? В 2012 году на основании этих рекомендаций было решено провести, внедрить экспресс-тестирование на базе 12 НПО, которые именно ключевыми целевыми группами у них являлись именно Луин, РС, МСМ. Значит, шесть неправедственных организаций, которые работали именно с людьми, которые употребляли инфляционные наркотики. Три организации, которые работают с секс-работниками и три организации, которые вели профилактическую работу с мужчинами, практикующихся с мужчинами. И также такой момент учитывался, что при получении положительного результата экспресс-теста по около десневой жидкости, подтверждение такого результата в центрах СПИД. И, конечно же, перед внедрением было проведено обучающие тренинги трехдневные именно сотрудников НПО и также сотрудников центра СПИД для того, чтобы было взаимодействие между ними. И, естественно, получение сертификата было. Через шесть месяцев после внедрения была проведена оценка данной программы. И по результатам проведенной оценки было решено расширять экспресс-тестирование. И вот в 2013 году уже приказом Министерства здравоохранения было такое официальное разрешение внедрения экспресс-тестирования по около десневой жидкости на базе 21 НПО. И вот по сей день работают 21 НПО на своих сайтах. Некоторые НПО имеют несколько сайтов и общее количество где-то 26-27 сайтов на сегодняшний день. Также еще в 2013 году экспресс-тестирование по около десневой жидкости было внедрено в утверждениях Государственной службы исполнения наказаний, включая следственные изоляторы. И до сих пор проводится такое тестирование. И после положительного результата берется кровь из вены и подтверждаются такие результаты в лабораториях, центрах СПИД. И также разработаны отчетные формы для того, чтобы мы могли отследить, кто именно тестируется и каковы будут дальше действия. Были же, конечно, проблемы, так как это такое пилотное было внедрение. В самом начале, когда экспресс-тестирование было внедрено на базе НПО, для того, чтобы клиенты НПО начали привыкать, привыкли и охотно шли тестироваться на ВИЧ, было вознаграждение. Вознаграждение в виде мобильных единиц, карты загрузки. Наверное, из-за этого и по другим причинам многие клиенты НПО могли протестироваться в разных НПО, то есть повторное тестирование допускались. И даже клиенты НПО, которые состояли с ВИЧ положительным статусом, имея даже АРТ лечение, это даже на диспансерном участии состояли, но они также из-за вознаграждения или по другим причинам могли пройти тестирование. Также не до конца был учтен механизм сопровождения клиентов НПО после положительного результата экспресс-теста, то есть кейсмен не до конца был разработан, в результате чего мы теряли в начале проекта клиентов, то есть не все клиенты после положительного результата соглашались их, чтобы их сопровождали. Их, конечно же, направляли, рекомендовали для того, чтобы они пошли до центров СПИД и подтверждали свои положительные результаты, но немножко были проблемы в начале. Также были случаи некачественного проведения консультирования, и где-то, может быть, техника постановки экспресс-тестов не были учтены, и получали ложноположительные результаты экспресс-тестов, но все эти моменты потом были учтены, и на регулярной основе проводится мониторинг со стороны Республиканского центра СПИД совместно с партнерами нашими. Сейчас у нас экспресс-тестирование на ВИЧ проводят, как я сказала, 21 НПО, это по различным проектам, по проекту USI, PSI был флагман проект, он закончился, теперь EPIC программа работает, на сайтах HICAP проводится экспресс-тестирование, на мобильных комплексах, которые подарены через СПИД-инфо-связь в отдаленных районах Республики, на ряду, то есть одновременно на гепатиты B, C и сифилис, также проводится экспресс-тестирование на ВИЧ по капиллярной крови. Также в учреждениях ГСИН до сих пор продолжается. На этих слайдах результат экспресс-тестирования на базе НПО, это по проекту ПРОН Глобального фонда, по годам 2016 года, по 2020 год, красным в абсолютных числах выделены положительные результаты, которые подтвердились как новые случаи ВИЧ, и рядышком проценты. Это результат экспресс-тестирования на базе неправительственных организаций по проекту ФЛАГМАН также 2016 года, по 2020 год. И можно сказать, что именно по проекту ФЛАГМАН было больше всего выявлено новые случаи ВИЧ-инфекции, потому что там был немножко другой подход к тестированию, и, как я уже говорила, кейс-менеджмент тут был очень тщательно продуман, потому что новые клиенты тестировались, которые не получали профилактические услуги до этого в неправительственных организациях. И кейс-менеджмент был до такой степени, что сотрудники, которые сопровождали таких клиентов с положительным результатом, они не получали какие-то мотивационные выплаты, вплоть до того, что пока не получали вирусную супрессию у данного клиента. Также в учреждениях КСН такие результаты. По проекту Айкап, они работают на базе именно медицинских организаций, есть сайты, они тоже проводят экспрессирование по слюне и также по капиллярной крови где-то. И здесь новые случаи ВИЧ-инфекции по группам риска. Это хотела показать вам, что именно вот все равно до сих пор продолжается регистрация новых случаев ВИЧ-инфекции по, то есть именно среди ключевых групп населения. Средний сервис светостолбцы – это среди общего населения. Вот благодаря внедрению экспрессирования на ВИЧ на базе НПО именно по окладистевой жидкости у нас 2019 года мы, как бы сказать, нашли выход именно к одной из группе, это группе мужчин, практикующих всех с мужчинами, потому что вот в абсолютном, в абсолютных числах даже видно, что до 2012 года у нас регистрация новых случаев именно в этой группе были такие единичные случаи были, а вот 2012 года у нас идет такое больше выявляемость среди них началась, и мы думаем, что именно благодаря такому внедрению данной программы. И остановлюсь на обзоре эпидситуации по ВИЧ-инфекции в нашей стране на 1 января 2021 года, и тут как раз-таки каскад проведен. К сожалению, наша страна тоже не достигла цели 90-90-90, просто, и вот такая картина. Наверное, не буду остановиваться, да? И хочу остановиться в дальнейших шагах. Значит, мы извлекли некоторые опыты, уроки, которые после внедрения, после оценки, постоянно регулярно мониторинг проводится, и дальнейшие шаги наши, значит, продолжить эксплуатирование обязательным мониторингом со стороны Республиканского центра СПИД и также с партнерами на базе неправительственных организаций, как я уже говорила, учитывая кейс-менеджмент, и на базе оснащенного мобильного комплекса СПИД-инфосвязь в отдаленных районах, в том числе мигрантов, в точках наибольшего скопления людей во время акций, да, посвященных к 1 декабрю, там еще другие такие знаменательные даты. Также расширение экспрессирования в медицинских учреждениях, именно стационарах по клиническим показаниям. И в связи с этой целью у нас как раз-таки вот в марте, буквально 21 года, мы провели обучающие тренинги медицинского персонала в стационарах, для того, чтобы они могли протестировать по клиническим показаниям стационаров, особенно в тех местах, где, как бы сказать, нету быстрого доступа к лабораторию СПИД. Продолжается самотестирование среди дискандартных пар, близкого окружения ЛЖВ и ключевых групп населения, и также других заинтересованных лиц самотестирования, ассистирование, тестирование в условиях COVID. К слову сказать, как раз во время карантина у нас тоже неправительственные организации, так же, как и вот Центр СПИД, продолжали тестирование, мы не закрывались, и на базе НПО было как раз-таки вот внедрено ассистированное тестирование для своих клиентов, да, и индексное тестирование продолжается, и регулярное обучение сотрудников НПО, организации здравоохранения, где проводится эксперт-тестирование, с консультированием, так называемые рефреш-тренинги, да. Вот такие у нас дальнейшие шаги. Спасибо за внимание. Очень быстро торопилась. Спасибо большое за интересный доклад. Слово предоставляют со следующим докладом Пантелеевой Ольге Викторовне, заведующей отделением эпидемиологии и медицинской статистики Санкт-Петербургского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Санкт-Петербурге. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Позвольте рассказать нам о наших достижениях, успехах, планах на будущее. Санкт-Петербург является регионом, который одним из первых встретился с ВИЧ-инфекцией и долгие годы находился на лидирующих позициях. Только с 2013 года Санкт-Петербург не входит в первые 20 регионов по заболеваемости. По состоянию на 2019 год мы входили в первые 20 регионов по пораженности и числу ВИЧ-инфицированных лиц, живущих на территории города. Однако в ближайший год, либо в 2020, либо в 2021 мы планируем, что мы не будем входить в 2020 и надеемся на весьма благоприятное развитие ситуации. Необходимо отметить, что с 2012 года по заболеваемости мы стабильно находимся ниже среднероссийских показателей и с 2006 года у нас идет неуклонное снижение выявления новых случаев ВИЧ-инфекции. Хотя показатели суммарные в абсолютных числах у нас достаточно велики, вы можете их оценить на слайде. Мы в среднем выявляем более 2000 случаев суммарно новых на территории среди всех и нагородных, и среди постоянных жителей в 2020 году. Это было 1270 постоянных жителей Санкт-Петербурга. Мы в среднем выявляем от 15 до 20 случаев ВИЧ-инфекции у детей. В 2020 году это было 15 детей, 11 детей в возрасте до 14 лет и четверо подростков с различными путями инфицирования. Однако это все происходит на фоне возрастающего числа обследованных на ВИЧ-инфекцию. Единственное, что у нас возникла проблема в 2020 году с введением противопедемических мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Поэтому общая сумма обследованных у нас в 2020 году ниже, как и среди общей суммы, так и среди иностранных граждан. Соответственно, у нас и значительно снизился показатель охвата обследованием граждан РФ на личную инфекцию. Тенденция снижения количества на выявление новых случаев мы отслеживаем достаточно давно. И несмотря на то, что у нас в этом году такая значительная разница вызвана, скорее всего, с уменьшением количества обследований, однако мы считаем, что общая тенденция у нас продолжается. И ежегодно мы выявляем, что меньше и меньше новых случаев. Нас продолжает беспокоить высокая доля лиц, не проживающих на территории нашего города, не являющихся жителями города. В 2020 году среди впервые выявленных случаев у нас 42% приходилось на иностранных граждан и больше всего на жителей других регионов Российской Федерации. Достаточно большой показатель. Я думаю, что это один из самых больших показателей Российской Федерации. Если мы оцениваем динамику заболеваемости по возрастным группам, соответственно, нужно отметить, что на протяжении последних 5 лет мы отмечаем, в принципе, снижение показателей во всех возрастных группах. Характерным является то, что заболеваемость у нас выявляется все чаще в старших возрастных группах. И вот в 2020 году мы видим, что у нас максимальная заболеваемость приходилась на возраст 40-49 лет. Если мы посмотрим данные таблицы, переведенные в график, мы видим, что, собственно говоря, по заболеваемости у нас преобладают мужчины во всех возрастных группах, кроме возрастных групп 20-24 года. И если заболеваемость у мужчин весьма сгруппирована в возрасте от 30 до 50 лет, то изменения по возрастам заболеваемости у женщин гораздо более сглаженный характер носят, и женщины, в принципе, не так различаются по возрастным критериям. Новые случаи. Показатель пораженности среди мужчин в два раза больше по территории Санкт-Петербурга, чем пораженности женщин. У мужчин наиболее пораженной группой является возрастная группа в 40-44 года. Женщин более поражены немножко в более молодом возрасте в соседней возрастной группе 35-39 лет. Ну, соответственно, на этом графике вы видим графическое отображение предыдущего слайда. Пораженность в этом году у нас, соответственно, меньше, чем в предыдущем. В 2019 году. И мы видим, что, собственно говоря, основная масса вещеинфицированных, проживающих на территории нашего города, это люди в возрасте от 35 до 50 лет. Если мы оцениваем, каким путем у нас распространялась вещеинфекция за весь период, то мы видим, собственно говоря, два характерных перекреста и изменения основного пути инфицирования. В 1999 году у нас половой путь инфицирования, доминирующий на протяжении предыдущих 13 лет, сменился на пронтеральное введение наркотиков, и этот был путь лидирующим достаточно долгое время. В 2013 году у нас перешло изменение пути наркопотребления на половой путь инфицирования, и эта тенденция сохранялась все последние годы. Однако в 2020 году мы видим нехарактерное для нашего региона возрастание паронтерального пути инфицирования в структуре установленных путей. Более подробный слайд, если мы обратим внимание на последние показатели, виден подъем вот этого хвостика паронтерального пути инфицирования. В 2020 году, если смотреть на абсолютные цифры и структуру выявленных путей, в принципе, достаточно характерен как для Российской Федерации в целом, так и тенденции для нашего города тоже отражаются весьма показательно. Однако хотелось обратить внимание на закрепление двух достаточно редких путей инфицирования, которые у нас встречаются уже неоднократно, и не первый год. Это инфицирование детей при грудном вскармливании, ежегодно встречающиеся у нас в 2020 году. Это три случая. И случаи инфицирования в семейном очаге лица, не состоящих в сексуальных отношениях. Это были два ребенка. Соответственно, для нас это тоже становится такой характерной чертой. У нас достаточно большое количество ВИЧ-инфицированных находится на территории, то есть по диспансерным наблюдениям в течение года у нас состоит в среднем около 34 тысяч человек, из них порядка 23 тысяч у нас получают РВТ. Охват РВТ в 2020 году у нас составил достаточно большой показатель. Это был показатель 67,8%. Если мы оцениваем как результативность нашей работы, показатель снижения числа летальных исходов и снижения доли смерти вследствие ВИЧ-инфекции, то да, как бы для нас последние два года весьма характерная ситуация. То есть мы видим, несмотря на все происходящие события, стабильное снижение численности смертей среди ВИЧ-инфицированных и видим достаточно четкое снижение смертей по причинам, связанных с ВИЧ-инфекцией. По нашему мнению, наибольшее влияние на это оказывает достаточно хорошая ситуация с применением РВТ непрерывным и эффективным по своему действию. Из основных проблем, которые мы видим с летальными исходами, это то, что у нас около четверти пациентов, 27% на сегодняшний день, умирающих на территории нашего региона, не являются лицами, известными центру, не наблюдаются у нас, не стоят под диспансерным наблюдением. И большая часть из этих пациентов не являются жителями региона. То есть на нашей территории погибает достаточное количество жителей других регионов Российской Федерации. В принципе, мы оцениваем нашу ситуацию как достаточно благополучную. То есть нам удалось из лидеров по тяжести течения эпидемии ВИЧ-инфекции в начале 2000-х, уйти в стабильный хороший регион с хорошими показателями. И самое главное, со стабильным динамическим улучшением ситуации на протяжении уже достаточно большого периода. Мы говорим о пяти годах наблюдения. То есть это все отражено на этом слайде. Из тех проблем, которые мы для себя видим в следующем году, исключая ситуацию с коронавирусом, потому что на сегодняшний момент мы не видим большого влияния именно на все процессы, которые у нас происходят, не связанные только с коронавирусом. Но тем не менее для нас остаются три основные проблемы. Прежде всего, это большая нагрузка миграционная на центр СПИД, потому что все-таки у нас до 42%, а те, кого мы выявляем, не являются постоянными шествиями региона. Из вставших под диспансерное наблюдение в 2020 году 51% пришедших к нам, это были жители других регионов уже с установленным диагнозом, которые ранее наблюдались в других центрах СПИДа. Вторая проблема, которая для нас является большим вызовом и вызывает у нас беспокойство, это увеличение доли наркотического пути инфицирования для нас. Не характерно, это требует большого внимания, но косвенно мы это связываем все-таки с большим притоком ВИЧ-инфицированных из других регионов, менее благополучных по уровню наркопотребления, в Санкт-Петербург. И появление новых закреплений редких путей инфицирования, с которыми другие регионы сталкиваются достаточно редко, это передача ВИЧ через грудное вскармливание и инфицирование вирусом в семейных очагах, там, где проживают ВИЧ-инфицированные, не находящиеся под диспансерным наблюдением в центре СПИД и не получающих РВТ. Соответственно, как бы вот это те проблемы, которые мы собираемся активно изучать и заниматься в течение следующего года. Спасибо за внимание, коллеги, всего доброго. Постаралась сложиться как можно быстрее в указанное время. Спасибо большое, Ольга Викторовна. Ну, у нас мы, учитывая, что последний докладчик у нас не объявился, поэтому можно сказать, что мы практически уложились в то время, которое было нам отведено. И если есть у кого-то какие-то вопросы, еще одна-две минуты. Я так понимаю, вопросов нет. Спасибо большое всем докладчикам. Да, пожалуйста, Наталья Николаевна. Я хотела бы один вопрос все-таки задать представителю Киргизстана. Вот это очень актуальный вопрос, экспресс-тестирование. Вот с чем вы все-таки связываете такой очень низкий уровень выявляемости среди прошедших экспресс-тестирования? Ну, я не совсем разобралась в группах, но Вы там показывали одну из групп, очень объемную, там 20 тысяч тестов и 0,1% ВИЧ-инфицированных. И вообще какая доля среди всех выявленных ВИЧ-инфицированных приходится именно на обследованных с помощью экспресс-тестов? То есть какое будущее у этого метода? Как Вы видите? Наверное, были такие показатели, когда рутинное тестирование, я показала, наверное, тогда ничтожно была, была мала, но менее 1% из всех протестированных по республике показала. А то, что Вы говорите, среди протестированных в НПО, выявленных малы, да, действительно, в начале были такие хорошие показатели, но потом, вот постепенно, вот с 2013 года мы видим, что объем тестирования в НПО также осталось, такие огромные, да, 20 тысяч там, вот такие показывают эти сами организации, тем не менее выявляемость все меньше и меньше, но, может быть, на это повлияло на то, что это мы всех уже выявили, именно среди ЛУИН, но МСМ продолжается выявляемость, среди экстработниц тоже мы видим картину, что их мало выявляется, но мы думаем, что вот эти секс-работницы все-таки сидят в общей группе населения, где вот серые столбики, потому что при выявлении не все потом признаются, что они занимались секс-работой. У нас такие предположения, и несмотря на то, что огромное количество протестированных именно даже на базе НПО, но среди них количество выявленных очень мало, мы как бы считаем, что все равно внедрением экспрессирования на ВЕЧ именно на базе НПО, именно по колодесневой жидкости, это нам послужило доступом к ключевой группе населения, и также именно у ключевой группы населения такая сформировалась приверженность к тестированию, то есть уже начали привыкать регулярно тестироваться, несмотря на то, что новых случаев все меньше и меньше. Это тоже мы считаем, что это достижение, все равно, потому что они знают, что надо тестироваться, да, и на базе, то есть одновременно получая другие профилактические услуги, они проходят тестирование. Большей частью такой стимулирующий эффект, то есть доля, конечно, очень небольшая, я так понимаю, среди всех выявленных именно тех, которые прошли тестирование экспресс-методами. Да, в 2016 году вот больше всего выявленных и среди новых случаев было, это где-то 30%, наверное, и всего выявленных составило именно вот среди ключевых групп населения именно по проекту «Флагман», как я уже говорила. PSI, вот у них другой подход был, наверное, из-за этого мы выявили. Все? Спасибо большое. Спасибо большое. Хочу поблагодарить всех докладчиков за очень интересные доклады, за то, что вы все уложились в отведенное время, и это очень приятно, потому что я надеюсь, что все еще успеют по печали. Хочу пожелать всем успешной работы в 2001 году, конечно, и во все последующие годы в плане профилактики ВИЧ-инфекции и достижения тех амбициозных целей, которые перед нами ставят ЮНИЦ в ближайшем будущем. Поэтому я надеюсь, что все мы будем к этому стремиться и пытаться делать все возможное для того, чтобы достичь этих целей. Спасибо большое всем. Спасибо. 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 Спасибо.